Давайте обсудим, какие операции можно делать с переменными и значениями. Самая простая операция — это присваивание. Благодаря этой операции можно присвоить новое значение переменной. Например, если у нас изначально была переменная i со значением 10, потом ей можно присвоить новое значение. Для работы с числовыми типами данных в языке C++ существует стандартный набор бинарных арифметических операций — это сложение, вычитание, умножение, деление и деление с остатком. Точнее, взятие остатка. Например, значение данного выражения можно вычислить следующим образом. Изначально у нас 20 умножается на 3 — это 60. И дальше берется остаток от деления 60 на 7. Это значит 4. Соответственно, после выполнения данной строчки переменной i будет присвоено значение 4. Кроме этого, в языке C++ есть специальные унарные операции, которые имеют смысл только для целочисленных типов. Операция инкремента и операция декремента. Операция инкремента увеличивает значение переменной на единицу, а операция декремента уменьшает. При этом у этих двух операторов есть две формы. В первой форме оператор пишется после переменной, во второй — перед переменной. разница этих двух записей заключается в следующем. В первом случае значением данного выражения будет значение переменной i до инкремента, а во втором случае значением данного выражения будет значение переменной i после декремента. то есть сначала возвращается значение переменной i, а потом увеличивается, поэтому переменной k будет присвоено значение 4. Но после этой строки переменная i будет равна 5. То есть вот здесь в промежутке i равняется 5. После этого на следующей строчке, когда мы будем присваивать новое значение переменной l, у нас произойдет сначала уменьшение переменной i на единицу и только потом присваивание. Соответственно, значение, которое присвоится переменной l, также будет четверка. Несмотря на то, что между этими двумя строчками i равнялось 5. Для работы с логическим типом данных в t++ есть два бинарных оператора с соответствующим логической операцией и без логической операцией или и унарный оператор отрицания, то есть нод. Давайте посмотрим, как это работает. Справа записано следующее выражение. b истина, если a равно 0, или единица на a меньше единицы. Заметим, что в качестве операндов этого оператора могут использоваться не только непосредственно значения типа истина или ложь, но также результаты других операций, которые имеют логические типы значения. Пример таких операций – это операции сравнения. Сравнение на равенство, сравнение на неравенство, больше, меньше, больше либо равно и меньше либо равно. Важным отличием логических бинарных операций заключается в том, что выполнение этих операций происходит лениво. Например, в данном случае, если левая часть оператора или выполнится, то есть a окажется равным 0, правая часть выполняться не будет. Это, с одной стороны, экономит нам процессорное время, с другой стороны, позволяет избежать таких вот ошибок. Например, если бы правая часть вычислилась, то здесь бы произошло деление на 0, потому что мы здесь единицу делим на a. Если бы правая часть всегда вычислялась, то в том случае, если a вдруг оказалось бы нулевым значением, то мы бы делили на a и получили бы ошибку. Если в каких-то случаях нам нужно явно привести значение одного типа к другому типу, то можно использовать оператор приведения типов. Вот здесь есть пример. У нас объявлена переменная d со значением 3,14,15. Это дробное значение. Но перед тем, как присвоить это значение переменной f, я хочу его округлить. Для того, чтобы его округлить, я просто привожу значение типа d, типа double, к целочисленному значению. При этом происходит его округление до ближайшего снизу целого числа. И, соответственно, значение, которое присваивается f, это будет тройка. Для арифметических операций существуют сокращенные версии. В том случае, если мы хотим написать выражение вроде такого, когда переменная в левой части участвует у нас в правой части, как первый оператор, тогда можно сократить такую запись до вот такой. Для каждого бинарного арифметического оператора, для сложения, вычитания, умножения, деления и взятия остатка, есть соответствующая ей сокращенная версия бинарного оператора, которая позволяет некоторые выражения писать в более коротком виде. Субтитры создавал DimaTorzok